А, я не могу дать... А, мы не проводим. Ну ладно, не нужно. Да, готов. Давайте продолжим. Народ не собрался, что это собралось? Ладно, давайте продолжим. Собственно говоря. В продолжении твердотеческой темы, милое мне, моему сердцу, сейчас выступит перед вами докладом своим Александром Танштитов, сотрудник кафедры физико-кондиционного состояния. Давайте поприветствуем докладчика. Я с самого начала хочу сказать так, что то, что вы услышали сейчас, это был доклад о методах. Это как бы одна такая вот, ну как сказать, большая группа подходов, что ли, когда люди осваивают какую-то методику, и потом начинают с помощью этой методики разные материалы, как бы сказать, исследовать. Другой вариант, другой подход состоит, может быть, вообще по-другому сформулирован, это когда интерес вызывает материалы. Материалы, а для них уже, то есть, всякие методы, то есть, подбирается, что-то для этого необходимо. Вот я хочу, то есть, как бы, с этой точки зрения повелеть на жизнь. Это, как бы, у нас на кафедре тоже есть. Я с этой точки зрения хотел взглянуть на жизнь. Вот, значит, последние, значит, лет, наверное, около десяти. У всех на слуху, нано-материалы. Вот, ну я понимаю, почему это на самом деле у нас на слуху, потому что это модно, потому что, значит, там у нас есть президент, у нас есть вертикаль власти, и тот, кто говорит то же самое, что президент, он, ну, как бы сказать, мы лучше, чем тот, кто говорит, что, как бы, все это ерунда. Вот, но возникает вообще вопрос, а есть за этим что-то такое специфическое? Вот, почему нано? Вот микро. Есть, был, был уровень микро. Есть уровень, то есть, там, скажем, там, типа нескольких атомов, он еще не нано, значит, там, размер атома порядка одного экстрема, да? Значит, если вы возьмете там три атома, допустим, и сложите их пирамидкой, это же будет не нано еще, вот, но это некая, значит, такая вот, некие такие кластеры, такие комплексы, некие такие молекулы, которые, ну, вполне, то есть, заслуживают отдельного интереса. Почему нано? Откуда здесь берется вот этот, такой вот непонятный уровень? Значит, я хотел бы, значит, вот в этой лекции, значит, ну, не знаю, в выступлении, остановиться на том, значит, как, вот, на мой взгляд, то есть, надо подходить к наноматериалам. Значит, по идее, наноматериалы, это, значит, материалы, составленные из каких-то наномасштабных, то есть, объектов. Вот можно много услышать по всяке, наноструктурные, то есть, там, материалы, нано масштабные, там, композиты. Есть, например, у Феми появилась сейчас лаборатория нанокомпозитных мультифероиков, да, мультифероиков, нанокомпозитных, вот, понимаете? Что это такое, нанокомпозитные? Значит, это, по-видимому, композит, состоящий из разных структурных, то есть, каких-то, значит, объектов, вот, наномасштабного, наноразмера. Значит, так, а эта мышь, она листает? Ой, хорошо. Значит, я бы хотел, заначало, опа, не так, тоннельно. Вот я бы хотел, то есть, привести такой пример, тоже, как бы, как бы нано, то есть, объекта. Это, значит, силикатные минералы, значит, в основе их лежит вот такой вот конгренит, вот с такой химической формулой, и, в сущности, они образованы набором нескольких кремно-кислородных колец. Вот, всего три кольца, возможно, здесь, значит, два из них, это вот, оно обозначено вот таким вот фиолетовым, значит, странной фигурой, и второе кольцо, это вот это. Значит, есть А и Б кольца. Значит, ну, С кольца здесь нету, но, в принципе, можно добавить, есть еще, то есть, такой тип как С, и набор этих колец, он образовывает, то есть, огромное количество минералов. Вот, то есть, целый, то есть, такой зоопарк, значит, постепенного усложнения этой структуры, когда начинается от вот этого конгренита, у которого всего два кольца, значит, вот два слоя, соответственно, два кольца, да, потом, и вот это вот параметры идут. Значит, последний из них, это 80 ангстрем параметр, ну, и колец тут, значит, вот, видите, 30 штук колец. То есть, этот минерал, на тот момент, когда мне, значит, вот, Расцветаева, Расима Кераровна поделилась со мной этой табличкой, значит, из их института кристаллографии, вот, на тот момент этот минерал еще не имел никакого названия, я, честно говоря, с тех пор и встречал, и, как бы, не это самое, так и не знаю, значит, назвали его, наверное, назвали как-нибудь с тех пор. Вот, значит, вы видите, происходит усложнение. По сути дела, все эти минералы есть комбинация, вот, каких-то вот таких вот наномасштабных, значит, структурных фрагментов. Вот тогда спрашивайте, каждый минерал, это что, тоже нанокомпозит, наноматериал, наноструктура? Значит, ответ вроде бы такой, что нет, потому что вы можете взять, в конце концов, элементарную ячейку, вы можете взять этот минерал, это будет гомогенный материал, гомогенное совершенно вещество. Но, вот, давайте возьмем другую вещь, другой пример. Это сплав кобальт-паладий, вот его фазовая диаграмма. Кто знает, значит, тот сразу поймет, что, значит, это фазовая диаграмма с неограниченной растворимостью, два материала неограниченно растворяются друг в друге, вот, кто этого не знает, тот, значит, вот сейчас это услышал и знает. Значит, вот берем состав приблизительно 50 на 50, да, вы видите, что здесь на фазовой диаграмме все совершенно однородно, все растворяется друг в друге. Но если мы возьмем, значит, хороший микроскоп и посмотрим, просвечивающий микроскоп, сделаем фольгу и посмотрим внимательно, мы увидим, что на самом деле в этом месте существуют какие-то неоднородности. На самом деле все, вся вот эта макро-однородная, значит, материал, на самом деле состоит из микро-неоднородности. Нет, не микро, конечно, там масштаб гораздо меньше, чем микро. Там масштаб, да, какой вы, вот, к сожалению, вот, не получилось у меня узнать, какой масштаб, но, значит, это не атом, конечно, это, конечно, далеко не атом. Это просвечивающий обычный микроскоп без всякого, значит, атомного контраста. И видно, что здесь есть черненькие и беленькие, и светленькие пятнышки. Значит, если у вас, вообще говорят, материал однороден, то это, конечно же, не должно. Значит, получается, что если вы возьмете, опять же, очень мелкие какие-то структурные фрагменты, пусть химические, даже, то есть, с разным составом, но их, значит, все перемешаете хорошенько, то у вас макроскопический материал будет однороден. И вы будете говорить, что вот у нас для него термодинамика такова, что это однофазный материал, значит, там ничего нет, мы можем плавно менять состав и получать плавную зависимость параметров и все такое. Значит, вот еще, да, ну и тогда опять же встает вопрос, а это наноматериал или не наноматериал? Получается так, что если, значит, в одном масштабе смотреть на него, он, конечно, никакой не наноматериал. Значит, он обычный, то есть, материал. Но если, значит, нас заинтересует масштаб очень маленький, то тут уже, то есть, так просто не будет. Нам будет уже не так просто. Вот здесь вот, к сожалению, фотография такая. У меня, когда вот я смотрю на экране, ее хорошо видно, а здесь вот не видно. Ну, здесь есть место, где вот, как бы участок, где более-менее все видно. Это, значит, дентинная ткань зубов человека. Я взял эту фотографию Петра Памфилова с нашей кафедрой тоже. Они занимаются там прочностью, значит, всяких биоматериалов, в том числе вот зубов. Значит, вот это вот, вот эти вот дырочки, которые здесь вот, вот эти вот структурные фрагменты, которые здесь есть, это на самом деле дентинные каналы, которые пронизывают ткань дентинную. Значит, через них зуб растет, как там общается с организмом, значит, через них прокачивается какая-то жидкость, через которую там происходит взаимодействие этого зуба. Если вы посмотрите, то вы увидите, что каналы эти на самом деле очень упорядочены. Да блин, что такое? Вот, они очень упорядочены. Это, значит, вот простая такая структура, кубическая получается. Но, понимаете, каналы, ведь это уже вообще образование крупное, а они опять-таки упорядочены. Спрашивается, а это фаза или не фаза? Значит, если мы видим, вот опять же упорядочен, это, значит, набор структурных фрагментов. Вот почему, значит, кольца в силикатных материалах, они нам давали однофазную, комбинация колец приводила к однофазному материалу, а здесь комбинация, значит, каких-то других структурных фрагментов, ну, понятно, что дентин, конечно же, это не фаза, да? Значит, приводит к неоднофазности. Ну, для сравнения, здесь вот в атомном разрешении фотография, значит, базисной плоскости вот такого, значит, несоразмерного материала, вот здесь вот отдельно атомный, значит, элемент, значит, вот в России, вот эти вот шарики, это отдельно атомный. Ну, это я для того, чтобы было, то сказать, видно, что это очень похоже. То есть порядок можно сформировать, вот не прятный атом, можно сформировать его из молекул, можно из каких-то крупных молекул, значит, ну, чем-то, казалось бы, значит, еще более крупный объект будет так сильно отличаться от молекулы. Ну, еще один пример, это так называемые суперсплавы. Значит, это сплавы на основе, значит, никель-3-алюминий и никель-3-титан. Значит, они испытывают распад, значит, это стареющие сплавы, они испытывают распад, и вот эти продукты распада, вот они, значит, это вот сплав никель-3-алюминий, распадается на два, значит, как бы сказать, на два состава. Значит, вот это вот кубики вот эти вот, ну, там, почти кубики вот эти вот параллелепипеды, они имеют состав вот никель-3-алюминий примерно пополам, а вот матрица, я вот не помню, сколько там алюминия, Ну, мало алюминия, там, почти чистый никель. Значит, вот это вот эти вот прослойки. На самом деле, вот тут так вот фотография такая, что кажется, что это просто щель, там ничего нет. На самом деле, там есть вот этот никель. А между ними вот такие вот включения. Если вы начнете делать дифракцию, единственное, что вас остановит, значит, при получении дифракционной нормальной картины, то, что у вас длина волны, значит, вы длины волны такой вот, порядка, значит, 200 нанометров, значит, не найдете, которая бы проникала вглубь вещества. Значит, если вы будете делать дифракцию с поверхности такого шлифа, вы увидите примерно такую же дифракционную картину, как вот, например, можно взять лазерную каску и посвятить ее, значит, на поверхность компакт-диска. Вы увидите там, значит, точки, дифракционную, значит, картину. Здесь будет такая же картина. Значит, рентген там или нейтроны, они еще отличаются той особенностью, что они проникают вглубь вещества, и поэтому у вас получается сигнал от некого объема. Значит, понятно, что при такой длине волны никакого проникновения вглубь вещества не будет, и дифракция может быть только с поверхности. Вот. Если мы начнем менять состав, вы видите, что начинает меняться расстояние между, значит, вот этими, как сказать, включениями. Средним. Среднее расстояние начнет меняться. Другими словами, если вы возьмете, значит, вот представьте себе, что у вас такое излучение появилось, и вы все же таки начали снимать дифракционную картину. Что вы увидите? Вы увидите плавную зависимость параметра от состава. Это вот типичный, значит, ну, как сказать, признак однофазного материала. При том, что мы видим, что материал, конечно же, не однофазный. Вот. Мы видим, значит, таким образом много примеров того, что неоднофазный материал, тем не менее, упорядочивается так, что его очень трудно отличить от однофазного. И вообще встает вопрос, а где вот граница-то между однофазностью и неоднофазностью? Вот я хотел это обсудить. А, да, вот еще один пример, последний из примеров. Прежде чем я перейду к сути дела. Значит, это так называемая стадия, простая стадия интеркалации. Значит, вот тут такая история, то есть, случилась. Значит, энергетический кризис, вообще говоря, в истории человечества случался, первый раз случился где-то в 60-е годы, когда арабы задрали цены на нефть. И тогда, значит, весь мир стал очень активно искать альтернативные источники энергии. А дело в том, что альтернативный источник энергии, он упирается, главным образом, не столько в собой энергию, сколько в возможность ее, как сказать, накапливать и как-то там транспортировать. Потому что ветер, допустим, есть, но он то дует, то не дует. Значит, солнце то светит, то не светит. Там, значит, прилив то, значит, прилив, то не прилив, ну и так далее. Значит, надо каким-то образом эту энергию запасать. Вот, значит, тогда где-то вот в 70-е годы возник такой бум буквально, значит, от электрохимических источников тока, которые позволяли бы запасать эту энергию. И, значит, в качестве... Ну, что значит запасать? Это означает, что надо ввести какой-то процесс, который, значит, вам запасает энергию. Обычно, значит, это вот... Он был основан на окислении каких-нибудь там щелочных металлов. Ну, можно не обязательно щелочных, но вот как-то так. Со щелочными лучше всего получается, потому что там энергии большие. Вот, и, значит, их надо было при этом, значит, иметь какой-то контейнер, в котором их держать. Вот использовали графит, сразу, кстати, пришло в голову, видим, графит использовать для этой цели. Ну, и еще некоторые слоистые, значит, структуры, в частности, халькогениды переходных металлов, там, халькогениды титанов, ванадия, халькогенид, десульфид молибдена там, значит, использовался. И оказалось, когда начали это все внимательно исследовать, оказалась такая вещь. Казалось, что если мы начинаем загонять в графит или там, значит, в другую слоистую систему, значит, щелочной металл, то вот это вот, это уже финальная стадия заполнения, вот эта вот пустая решетка, это финальная стадия заполнения. А промежуточная стадия, она выглядит не просто, то сказать, вот хаотично разбросанная, значит, атому, а они образовывают вот такую систему упорядоченных, последовательность упорядоченных заполненных промежутков и незаполненных. Значит, довольно долгая была дискуссия на эту тему, значит, из-за чего такая штука получается. Значит, в конце концов пришли к выводу, что это упругое взаимодействие приводит к тому, что, значит, вот так удобно распределяться. Но, вот, опять же, вот если мы посмотрим на эту последовательность заполненных-незаполненных, значит, слоев, то скажите мне, в чем разница между, значит, кольцами, между, значит, дентильными каналами, между, значит, выделениями суперсплавия и вот этой штукой. Вы же запросто можете брать вот такую вещь, рассматривать, что вот это вот одна фаза, а вот это вот другая фаза. И, пожалуйста, тоже разная фаза. Ну вот, значит, я все это дело, дальнейшие рассуждения я буду иллюстрировать примерами, значит, вот близкими, как сказать, к моему сердцу, тем, что я сам занимался. Значит, это вот соединение, интеркалатное соединение дихолькогенидов-титанов. Значит, их вообще вот три больших группы, значит, сама решетка, она, ну вот она, вот она здесь нарисована решетка, это гексагональный слой атомов титана и с обоих сторон, окруженные гексагональными слоями халькогена, серо, селен или тюлух. Значит, вот стопка таких слоев образовывает весь кристалл, но между слоями пустые промежутки. Значит, вот в эти промежутки можно, значит, внедрять разные объекты. Вот по типу объектов, вот у меня тут три группы, с которыми мы работали, ну и фактически они, наверное, все исчерпывают. Вот, новых, то с этих пор, то с этих новых объектов, так по большому счету не появилось. Это, значит, можно внедрять атомы металлов, это атомы, значит, щелочных металлов, щелочнодемельных, благородных, переходных, постпереходных, редкоземельных металлов, всяких металлов. Вот, значит, это можно органические молекулы внедрять. Мы работали вот конкретно с такими вот молекулами, это, так, химическое их название, это, нет, полностью мне не выговорить. Их, по сути, такое редуцированное для повседневного использования, это дипентадиенильное соединение разных металлов. Дипентадиенилы. А есть еще бытовое их название, это металлоцена называется. Вот мы с такими молекулами работали. И, наконец, вот такие вот вещи, это так называемое мисфитное соединение. Это когда вот щель между слоями основной решетки, можно вставить в мономолекулярный слой какого-нибудь другого, вообще-то, другой решетки. Совсем другой решетки. Ну, как бы совсем другой решетки не получается, не всякая решетка туда попадает. Но многие решетки, значит, с простой структурой натрий-хлор, монохалькогенидой, туда, значит, удается их внедрить. Вот здесь вот приведен пример, когда вот этот слой, дополнительный слой, он вставлен не в каждую щель, а в каждую вторую щель. Но, в принципе, можно вставить в каждую щель. Есть структура известная, когда вставлена не в каждую вторую, а в каждую третью щель. Что-то вроде станет, если тоже получается. Ну вот, для того, чтобы понять, чем однофазен наш материал или неоднофазен, вообще говоря, стандартных другого... Есть, конечно, подход с точки зрения дифракции, но можно посмотреть на это дело с точки зрения термодинамики. Для этого придется обратиться к правилу фаз гипса. Значит, в чем оно состоит? Вот давайте возьмем, значит, многокомпонентную, значит, систему. И пусть эта многокомпонентная система, она у нас в равновесии. Мы же считаем, что мы со стабильным материалом работаем, там никаких процессов уже не идет. Значит, вот мы должны записать условия равновесия. Условия равновесия состоит в том, что все термодинамические параметры, они должны быть равны. То есть вот это N, это, значит, фаза. И вот всего будет K уравнений, потому что всего K компонентов. Значит, давление во всех фазах одинаково. Значит, химпотенциалы всех частиц во всех фазах тоже все одинаковые. Значит, это, значит, если мы возьмем коэффициент, это будет матрица. Но одно уравнение нам удастся исключить, потому что есть уравнение связи. Вот поэтому он будет на одно уравнение меньше. Ну и все. Значит, тогда нам надо, чтобы число уравнений совпадало с числом переменных. Это приводит вот к такому условию. И отсюда, значит, тогда число термодинамических переменных, оно, значит, вот связано с числом компонентов и числом фаз вот таким условием. Это и есть, собственно, правило фаз-гипса называется. Если у нас вот то, что мы рассматривали до сих пор, это все были бинарные соединения или квази-бинарные, значит, материя, системы. Значит, для этих систем у нас фактически один компонент, потому что понятно, что если у нас есть, скажем, натрий-хлор, то все равно, что если мы хлора будем добавлять, то это же то же самое, что натрий добавлять. И наоборот. Реально, значит, мы можем только один компонент. То есть, мы можем изменить соотношение между компонентами, больше ничего не можем. Значит, для бинарных это так. Значит, поэтому мы должны здесь поставить единицу. И тогда, если у нас фаза одна, значит, тогда у нас будет две переменных, которые мы можем менять, не нарушая равновесие. Если у нас фаз две, то в бинарной системе, то у нас, значит, получается только одна переменная, которую мы можем менять, опять же, не нарушая равновесие. Ну, давайте посмотрим, что будет. Вот. Химический потенциал серебра, значит, вот в такой вот фазе. Аргентумикс Титанос 2. Это берется Титанос 2 и туда, значит, электрохимически внедряется серебро. Значит, я вот так смотрю, я вижу много новых лиц, которых в прошлый раз я их не видел. Значит, поэтому я, наверное, все-таки, я в прошлый раз рассказывал про эту ячейку, про эту технологию, про эту методику, наверное, придется мне сейчас немножко, как бы сказать, сделать экскурс еще раз. Значит, если у нас есть ячейка, вот такая серебро, электролит. Значит, дальше, значит, ну, там, Аргентумикс Титан С2, ну, и тут какой-нибудь, там, Платина, да, электронный контакт. Титан С2. Придется запастись терпением. Процесс переноса на экран не очень, не очень, так сказать, быстро. Да, я сейчас сделаю так. Вот. Если мы возьмем теперь такую ячейку, а, я сейчас дальше немножко так, то что произойдет, какие процессы в ней будут происходить? А есть эта самая лазерная, как раз, какая-нибудь? Так-то, блин, ничего, она бы закон. Вот, какие будут процессы происходить? Значит, понятно, что если серебро может растворяться вот здесь вот, то оно начнет, то, кстати, дефундировать через электролит, ну, и растворяться. Вот. Но при этом электролит обладает тем свойством, что он пропускает только ионы. Он не пропускает электроны, пропускает только ионы. А это означает, что теперь вот на этой границе у нас будут скапливаться электроны, а на этой границе, ну, и вообще по всему соединению, значит, будет, как бы сказать, накапливаться плюс, который вместе с ионами туда попадет. Значит, понятно, что каждый следующий ион, когда из серебра будет попадать, значит, вот в эту фазу, он будет совершать работу против вот этого самого электрического поля, которое вот при этом процессе возникло. И понятно, что этот процесс будет идти до тех пор, пока желание серебра попасть в Титан-С-2 не уравновесится электрическим полем, которое будет его обратно возвращать. Значит, это приводит вот к чему. Это приводит к тому, что химпотенциал серебра в серебре минус химпотенциал серебра вот в этой фазе, в Титан-С-2, он будет равен просто, значит, работе по перемещению заряда. Это С-ячейки. Нет, это не дельта, это Е. Ну да, вот так вот. Фактически разность химпотенциалов атома серебра в серебре и атома серебра вот в этом соединении, она будет совпадать с величиной, ну, с работой электрического поля по заворачиванию ее, значит, обратно. Вот это фактически записано, то, что я сказал. Значит, отсюда мы можем найти химпотенциал, поскольку вот эта штука константа, ну, константа при условии, когда у нас постоянная температура и постоянно давление. Вот в этих условиях вот эта вот величина константа, и, следовательно, тогда существует совершенно однозначная связь между химпотенциалом серебра в Титан-С-2 и, значит, ЭДС-ом ячейки. Фактически ЭДС-ом ячейки, это и есть вот этот химпотенциал, только деленный еще вот на заряд электрона. Так, все, надо возвращаться. Вот, значит, зависимость ЭДС-ом ячейки, ну, и следовательно, химпотенциалы серебра от содержания серебра в Титан-С-2. Значит, вот эти вот вещи, то, что это стадии, это просто результат дифракции, значит, ну, вот, как бы сказать, структурное исследование показало, что это просто стадии интеркалации. Вот здесь вот серебро сидит через слой, а здесь в каждом слое. Ну, и еще есть какой-то участок, где оно просто не разупорядочено. А есть участки, на котором химпотенциал не зависит от концентрации серебра. Вот, значит, вообще говоря, если вспомнить предыдущий слайд, вот, то у нас получается, что для однофазного материала у нас должно быть две, две переменных. Вот, и для двухфазного одна. Значит, посмотрим сюда. Вот на этом участке у нас, значит, меняется что? У нас меняется химпотенциал и меняется концентрация. Это фактически две переменные. Это означает, что мы имеем дело с однофазной областью. Вот здесь вот меняется только концентрация, больше ничего не меняется. Это значит, что эта область двухфазная. Ну, по правилу фаз гипса. Ну, и казалось бы, ну все, ребята, понятно, что это значит, стадии, это однофазной области. Значит, никаких там, значит, сомнений в том, что там какие-то там смесь фаз, это что-то есть смесь фаз. Больше никаких сомнений в этом не возникает. Вот, но не все так просто. Смотрите, что получается. Из-за чего? Да. Чисто серебро и аргент титан С2 где получается. Вот край однофазной области. Вот второй край однофазной области. Понятно, что между ними есть иними, если у них есть фаз, это вот этой фаза, и вот этой фазой. И химический это какие фазы? Химический это фаза, это аргент титан С2 с таким составом, и аргент титан С2 с таким составом. Проблема состоит в следующем Откуда взялись стадии? Они взялись из-за упругого взаимодействия У нас нет внешнего давления Мы давление внешнего не прикладывали Но если бы не было совсем никакого давления Так у нас упругость бы никакой роли не играла Другими словами, если мы внедряем Серебро Мы как-то искажаем решетку Вот этот дополнительный вклад Его, наверное, можно записать как Дельта В На некую упругость Его можно записать как Модуль Йонга Если мы говорим про объемный материал В смысле, про объемный эффект В принципе, он, конечно, тензор Но мы и здесь тоже должны не как объем записывать Или как-то, кстати, изменение всех параметров По разным направлениям Но, кстати, вот для изотропного материала Это будет изменение объема просто умножить на упругость Фактически, это не что иное, вот эта работа Это не что иное, как вклад ПНДВ Это оно И поэтому, оказывается, что мы когда думали Давай, вернемся И когда мы думали, что мы вот это все строим В предположении Ну, изотермически здесь понятно Да, действительно, температура постоянно Но вот, когда мы думали, что мы изобарно работаем На самом-то деле, мы вообще-то не совсем изобарно работаем Условия-то не совсем изобарные И поэтому Правило-то фаз гипса, оно применимо Вот Кто его знает Применимо ли оно в таких условиях Но тут приходит на помощь Опять-таки дифракция Которая позволяет Сейчас, что такое А Это вот о чем я хотел сказать Да, я пропустил тут один кусок Значит, как учесть вот этот самый упругий вклад Значит, вот Группа товарищей из Канады Она предложила следующую простую модель Давайте, кстати, осматривать венбрионатом Как вот такой вот Ну, как бы сказать Возмущающий, кстати, такой фактор Который, как бы сказать, раздвигает нам локально Слои Как они выразились упруги гипами Тогда, значит, если у вас два диполя Вот в такой позиции сойдутся То между ними будет сильно отталкивание А если они сойдутся вот в такой позиции То, в общем-то Ничего страшного не произойдет А если они, значит, просто в одном слое будут То вообще будет притяжение Потому что Значит Вот здесь все равно есть отталкивание Вот здесь тоже есть отталкивание Поэтому, значит Эти диполи Они будут собираться в один слой И там им будет уютно Чтобы там сверху-снизу от них никого не было Тогда самое лучшее Значит Теперь, как бы нам с этим вкладом типа ПНДВ разобраться? В нормальном материале, общая идея, это, конечно, понятно. Надо записать изменение объема, найти упругость и перемножить эти две величины и получить этот вклад ПНДВ. Если он окажется постоянным или маленьким, тогда можно пренебрегать. А вдруг это не так? Проблема состоит в том, что в нормальных объемных материалах этот вопрос практически не решается. Представьте себе контакт нескольких зерен. Что получается дальше? Дальше у вас вот эти искажения, которые у вас на границе, вот это вот ПНДВ, оно как-то начинает спадать к центру зерна по какому-то закону, мы закону этого не знаем, заранее. То есть его надо изучать. Понятно, что он там от многих других факторов будет зависеть. И, в общем, в реальных материалах этот вопрос решить нельзя. Ну а вот стадии, чем хороши? Я вот сейчас немножко еще вернусь к стадиям. Смотрите, как все здорово устроено. Фактически все ваши взаимодействия, это фактически одномерная задача. Все ваши искажения сосредоточены только вот вблизи вот этого слоя. И поэтому там нет никакого закона спадания. Вот ближайший слой-то, кстати, сквозили, на этом все закончилось. Поэтому для такого простого случая удалось сформулировать вот такое правило учета упругих искажений. Это можно, значит, внедренный атом моделируется некой пружиной с жесткостью К и, значит, вот каким-то, значит, размером. А до того, как мы туда внедрили, там тоже была пружина, которая связывала нам слои, значит, и у нее тоже была какая-то своя жесткость другая и свой размер другой. Значит, условие равновесия, значит, вот оно вот такое будет, значит, так, что-то такое. Вот так, да. Ну, ладно, тут уже не важно. Тут же не очень высоко. Значит, с вот этого простого равновесия можно, значит, получить вот это уравнение. Значит, и дальше отсюда выразить зависимость параметра С от содержания серебра. Ну, вот если это сделать, то получается вот такая зависимость, которая... А вот здесь мышь, наверное, есть, да? Вот получается такая зависимость. Точки — это экспериментальные данные, а зависимость — это рассчитанная вот по уравнению тому, которое я показывал. Значит, видно, что вот в начале и в конце все хорошо совпадает, а промежуточные точки, значит, вот они... Ну, ее тоже можно, в некоторой степени еще, так сказать, вот ладно, согласиться, что она там лежит. А вот, скажем, вот эту точку... Где я? Вот я. А вот эта точка уж, ну, никак, кстати, на эту зависимость не укладывается. Это связано с тем, что там просто двухфазная область. А в двухфазных областях у вас параметры фаз сохраняются такие, какие они были вот на краях. То есть, когда вы взяли смесь фаз промежутки в центре, это просто две фазы с параметрами, соответствующими крайним составом. Понятно, что они, кстати, на эту кривую ложиться не должны. Это все говорит о том, что все-таки области плато – это настоящие области смеси фаз. Значит, ну, тут построены всякие температурные зависимости однофазных областей, но с обоих сторон они ограничены всегда областями смеси фаз. Это означает, что стадии, мы вынуждены признать, что это все-таки фаза. Фаза одна. То есть, если у нас есть заполнение через один слой, если есть заполнение через три, через пять, значит, есть такой материал, как карбид-кремния, там известна 12-я фаза. То есть, через 12 слоев, как бы сказать, встречается то же самое. Но, тем не менее, это вот показывает, вот это вот рассмотрение показывает, что на самом деле это все-таки фаза. Это одна фаза. Значит, вот соединение с органикой. Значит, тут история была такая. Значит, когда начали внедрять органику, размер вот этой органики, вот в таком направлении, он составляет примерно 5,5 ангстреб. Значит, параметр, ну, это для титан-силен-2. Значит, параметр, нет, это, конечно, не для титан-силен-2, это для органики. Вот. Но внедряли ее в титан-силен-2. И там, значит, параметр титан-силен-2, то есть, вот, расстояние от этого титана до этого титана, составляет 6 ангстреб. То есть, практически, мы еще один слой туда, значит, втолкнули, ну, по размеру такой же слой. Значит, ваш покорный слуга сразу предложил вот такой вот механизм, значит, деформации решетки. Понимаете как? Если у нас есть монокристалл, если мы хотим, чтобы у нас на концах, как бы сказать, была конгерентность, он конгерентно был связан, то нам придется, вот, первый слой мы загоняем, один слой загоняем, значит, у нас слой чуть-чуть растягивается, да? Второй слой загоняем органики, он растягивается уже посильнее, третий растягивается еще посильнее, и в конце концов должна получиться ситуация, при которой этот слой больше не сможет растягиваться. То есть, есть некий выигрыш в энергии при растворении органики, и когда этот выигрыш сравняется с работой по деформации решетки, процесс интеркалации должен остановиться. Это была такая модель. Ну, и, естественно, должно получиться, то есть, упорядочение. Должно получиться упорядочение, как раз, из упругих соображений. То есть, на поверхности кристалла должна возникнуть вот такая вот насыщенная органика и пленка, которая, значит, не будет расти вглубь, вот, ну, вот, что хочешь делать. Просто термодинамически не будет расти вглубь. Реально так и оказалось. Это вот монокристаллы титан-силен-2, насыщенные, интеркалированные разной органикой. Значит, вот это А, вот это вот это кобальтоцин, то есть дипентодиенил кобальта. Вот, значит, вот это вот у нас, по-моему, никелоцин, а это у нас ферроцин. Ферроцин, значит, требует просто немножко более высокой температуры и поэтому интеркалации. Поэтому, значит, тут вот когда... А, ну да, я здесь специально выбрал такие участки, где вот есть, видно, что эта пленка отслаивается, и под ней виден, значит, кристалл, который, как бы сказать, нет, я не прореагировал нищая. Как это любят у нас? Есть люди, которые любят у нас латинские термины, они называют такой кристалл ювенильным. Вот, ювенильный кристалл. Вот, ну и, кроме того, видно, кстати, что и сама-то вот эта пленка, она оказалась, кстати, неоднородна. Там, значит, есть какие-то, вот видите, значит, такие частицы, что ли, значит, с повышенным содержанием вот этой органики, которые разделены, значит, областями, где этой органики значительно меньше. Но, тем не менее, значит, вот пленка образовалась. Значит, опять-таки, мы получили равновесие, и опять-таки, оно равновесие, кстати, очень тонкой пленки. Я обращаю ваше внимание вот на такую вещь. Понимаете, часто растят пленки разные, значит, на всяких там, на кристаллах, на керамиках. И вот если этой пленке, которую вырастили, дать возможность дальше как-то релаксировать, она начнет релаксировать, начнет диффузия там в подложку, начнется там или испарение, рекристаллизация, все прочее. Значит, здесь пленка равновесная, вот это ее, как бы сказать, любимое состояние, которое она и хотела принять. Значит, вот такой вот нано-материал. Ну и последний, наверное, также, по-моему, последний пример из жизни интеркалатов. Это вот мисфитное соединение, про которое я хотел рассказать. Значит, они существуют вот в таких вариантах, когда, значит, вот этот самый слой МХ, монохалькогенида со структурой натрий-хлора, он вставлен в каждую щель между слоями этих халькогенида. Примером может служить вот такое вот соединение годолиния С, значит, в тантал С2. Значит, может быть через один слой. Это вот мы как раз с такой системой работали, это сульфид свинца, значит, в титан С2. Или, скажем, даже через два слоя в третий. Значит, это, примером, это вот стан Нумес в десульфиде Ниобия. Значит, ну и возникает вопрос, конечно, как вот такие столь разные структуры, значит, уживаются в одной решетке. Значит, оказывается, очень просто. Происходит, в общем, вот такая картина. Вот, значит, это электронограмма, значит, с монокристалла. Значит, вот ее, как бы, представление. Вот ячейка, это обратная решетка. То есть, тут надо понимать, что, значит, та ячейка, которая, значит, меньше в обратной решетке, на самом деле она больше. Значит, вот эта вот ячейка китана С2, гексагональная, а вот эта ячейка плюмбом С. Значит, вы видите, что получилось так, что они в одном направлении, у них периоды совпали. Вот в этом направлении у них... Блин, что ж такое? Вот в этом направлении у них период совпал. А вот в этом направлении он не совпадает, и не совпадает на чуть-чуть. Это приводит к тому, что, значит, что на самом деле они, конечно, тоже, так сказать, совпадают. Это вот просто такое представление, что они не совпадают. На самом деле мы что должны сделать? Мы должны взять вот эту вот длину, потом взять вот этот вот период, и этот период, вот этот вот период, поделить на вот эту маленькую длину. И мы получим какое-то все равно число. Вот через такое число периодов ячейки у нас будет общий период у них согласуется. Проблема состоит в том, что такие большие периоды мы не можем ничем изучать. Опять-таки, у нас был тут сейчас только что разговор по поводу несоразмерных структур. Дело в том, что если вы запишите квадратичную форму для простого кубика, то это будет вот такая вот D делить на корень H квадрат плюс K квадрат плюс L квадрат. Значит, плоскостное расстояние D и параметры мультиментальной ячейки. Теперь, смотрите, что получится. Если у нас параметр очень большой, а D мы можем фиксировать только те, которые близки к тем длинам волн, которые нам доступны. Вот Андрей показывал там от 0,1 до 10 экстракт. Значит, вот наш диапазон, в котором мы можем работать. Если период очень велик, то в этой области нам понадобится, для того, чтобы описать набор межплоскостных расстояний, описать рентгенограмму, нам понадобятся большие значения вот этих вот величин. А теперь представьте себе, что мы должны отличить, скажем, линию с индексами, ну там, скажем, 100, 100, 101, от линии с индексами 100, 100, 102. Понятно, что это сделать нереально. Нет, это можно сделать, в принципе, принципиально это сделать можно. Для этого надо просто увеличивать точность измерения межплоскостного расстояния. Возникает вопрос, вообще точность измерения межплоскостного расстояния может быть любой, сколь угодно большой. Ответ на этот вопрос нет. И это понятно почему. Представьте себе плоскость. Вот если вы на атомную плоскость, если вы на нее смотрите, как бы сказать, с разрешением там в 10 ангстрем, она просто зеркально гладкая, блестит и радуется. Если вы смотрите на нее с разрешением в 1 ангстрем, там уже появляются какие-то, значит, там не совсем, то сказать, это самое, гладкости, не совсем блестящие, значит, не совсем зеркальности. Если вы смотрите с еще меньшим разрешением, то чем больше получается разрешение, тем больше оно похоже становится на булыжную мастерую. Наконец, при... Так договорились, ну и так получается, что при точности 10-4 ангстрема, это предел, под который можно, значит, еще это считать, значит, плоскостью. Если вы хотите делать разрешение больше, то, по крайней мере, цифрентген таких величин дать вам не может. Не рентген. А вот представление о том, что дифракция идет на атомных плоскостях, большинство на таких расстояниях уже не работает. При таких расстояниях это уже не плоскость. Это означает, что, опять-таки, мы ограничены в величинах периода, которые мы можем анализировать. Что это получается в таком случае? Значит, как быть тогда в том случае, когда мы все-таки сталкиваемся с ситуацией, когда период большой? А разбивают на подрешетки. Подрешетки с маленькими периодами берут, которые нам доступны, анализируют каждую из подрешеток по отдельности, и потом, значит, пытаются как-то понять, как они друг с другом согласуются. В данном случае видно, что вот эти линии, на самом деле, это есть линии совпадения периодов через это самое. Это есть линии, когда через несколько периодов у вас снова совпали периоды обоих подрешеток. Вот. А, ну да. Таким образом, значит, несмотря на то, что вы вставили структуру, слой с совершенно другой структурой, и в принципе этот слой, вот это вот вещество в этом слое, оно практически ничем не отличается от себя самого, когда оно, значит, вот там, на воле, значит, в объемном варианте. Вот, несмотря на то, что мы вот так вот с ним поступили, на самом деле все это вместе получилось однофазно. Что-то я смотрю, заскучали. Перерыв делаем? Или вы еще ничего? Что? Ну громче, все то же самое, только громче. Нормально все. Нормально, да? Вот смотрите. Смотрите, мне там что? Помрете сами? Вот. Получилось, что ситуация, что, значит, на самом деле мы все-таки добились некой когерентности. Вот. И это, значит, действительно одна фаза. Значит, вот любопытная ситуация, с которой мы столкнулись, вот, ну, сравнительно недавно, года, наверное, два или три тому назад. Значит, она связана, вот, ситуация именно, значит, вот в связи с тем, что считать однофазным, что считать неоднофазным. Эта ситуация была связана с материалами, значит, как получающиеся при интеркалации разных металлов. Вот если, значит, там выполнены определенные условия, то возникает вот такой вот ковалентный комплекс. Это вот внедренный металл. У него есть P или D, значит, орбитали, которые гибридизуются с D-орбиталями титана, и образуется вот такая вот, как сказать, цепочка, такая квазимолекула. Значит, эта молекула, она там, интересна тем, что, как у всякой молекулы, у нее есть свой характерный размер. И она бы его с удовольствием приняла. Она встроена в решетку. Она его пытается принять, а решетка, кстати, сопротивляется. Причем сопротивляется, значит, сила сопротивления решетки зависит от температуры, потому что при низких температурах решетка вообще заморожена, насмерть ее не деформирует. При очень высоких температурах у нас просто, по-моему, амплитуда тепловых колебаний такова, что, в общем, тут уже об этой молекуле говорить не приходится. А вот где-то в интервале температуры она, значит, как бы сказать, живет эта молекула. Вот, значит, образование вот этих ковалентных связей на спектрах ОРПЕС, ну, поскольку, опять же, люди новые, я, наверное, должен что-то сказать по поводу того, что такое ОРПЕС. ОРПЕС – это английское сокращение angle-resolved photoemission spectroscopy. Фотоэмиссионная спектроскопия с угловым разрешением. Что такое просто фотоэмиссионная спектроскопия? Это, значит, просто фотоэффект, обычный фотоэффект. Вы светите, значит, там, светом или рентгеном, у вас из кристалла летят электроны. Теперь, если вы эти электроны будете ловить и сортировать по энергиям, вы обнаружите, что при некоторых энергиях у вас электронов много, а при некоторых ничего нет. Значит, вот при тех электронах, когда энергии есть, вот говорят, что электроны в кристалле имели вот там такую-то энергию. То есть энергия электронов, любых вылетевших, которых вы поймали, это есть энергия, полученная от кванта света, минус энергия разрыва химической связи, и там еще есть техническая энергия, связанная с переходом через межфазную границу, с вакуумом. Вот работа выхода, то есть, вакуум, значит, она учитывается, это как бы технический вопрос. А вот разница между энергией, полученной от кванта света, и, значит, кинетической энергией, пойманного электрона, это и есть энергия связи электронов кристалли. Теперь, значит, таким образом, вы можете электроны рассортировать по энергии. Но хочется-то большего. Хочется, вообще-то электроны в кристалле импульсом характеризуются, а не энергией, свободный электрон. Вот. А импульс — это вектор. Теперь, значит, как нам узнать вектор, а энергия — это скалер. Как бы нам, по сути, от скалера перейти к вектору? А мы должны эту энергию наблюдать под разными углами. И тогда мы получим угловую зависимость, и из нее мы, значит, получим вектор. Вектор, как бы, как вы понимаете, сейчас импульс с кинетической энергией связан простым соотношением. Все. Теперь, наблюдая этот самый импульс электрона под разными углами, мы восстановим распределение электронов в импульсном пространстве внутри кристалла. Вот мы это и сделали. Вот это, значит, распределение электрона, но не во всем импульсном пространстве, это сечение. Значит, это сечение вдоль, значит, давайте я здесь нарисую. Вот если смотреть сверху, вот это гексагон, значит, речь... А что делать? Зачем это? Вот. Речь пойдет об обратной решетке, опять же. В обратной решетке это вот такое вот сечение. Вот это точка М, это точка М штрих, это точка гамма. Ну, значит, вот этот гексагон имеет, значит, как бы сказать, вот высоту, это призма вообще-то говоря, и проекция вот этой точки, значит, М на середину ячейки, она называется Л, поэтому там кое-где, значит, М, а кое-где Л нарисованы. А давай, не надо, я просто покажу. То есть понятно, что у этого гексагона есть, значит, высота, значит, это призма вообще-то. Ну, да, вот так вот. Так вот, проекция вот этой М, вот, значит, вот сюда вот, на цены, на середину вот этой призмы, она будет называться точкой Л, и поэтому там кое-где, значит, не М нарисованы, а Л. Это гексагон, это зона бриллиона? Это зона бриллиона, это обратная решетка. В прямой решетке, значит, соответственно, в прямой решетке это сечение будет соответствовать вот такому бы сечению. То, которое там нарисовано. Все? Давай обратно. Пойдем. Вот. Значит, здесь получается вот такая вещь. Значит, сжигает же точка А и точка гамма, это, как бы сказать, это одно и то же. Это, значит, вот А, это на, как бы, на самой крышке, а гамма это в центре. Значит, они друг по другу находятся. Поскольку, значит, кристалл плоский, то мы, как бы, не можем ему в карет заглянуть. Мы можем, значит, все, что можем получить с него, это только вот базисная плоскость. Ну, и вот. И получается, вы видите, что вот соответствует той формулы, где E равняется P квадрат, да не надо. E квадрат, E равняется P квадрат делить на 2m, это означает, что зависимость энергии от импульса. Вообще, глядно, она должна быть квадратична. Вот она и есть квадратична. Парабола Эфемия вниз. Вот. Тут вот плохо видно, там парабола Эфемия вверх. Парабола Эфемия вниз, это связано с тем, что это заполненные зоны. И если кто там живет, так это дырки. Могут жить, так это дырки. В дырах, значит, все наоборот. Значит, у них энергия будет не P квадрат, а, значит, соответственно, минус P квадрат. Ну, или знак надо менять, соответственно. Вот. Значит, теперь это у нас для Титана Силен-2, нет, это уже для интеркалирования Титана Силен-2. А вот для Титана Силен-2 это железо. Вот, обратите внимание, ну, снова, значит, я делаю параболы, все здесь хорошо. Вот это вот, немножко электронно, значит, в зоне проводимости на Титане. Вот эта вот зона, в основном, сформирована в состоянии на Титане Силена. А вот, что получается, когда вы увидели железо. Появилась новая дополнительная зона, вот такая вот. Значит, она лежит под уровнем фермы, еще вторая лежит на уровне фермы. Здесь обратите внимание, в уровне фермы ничего нет. Вторая лежит на уровне фермы. Значит, вот, отличие этих зон состоит в том, что у них нет никакой дисперсии, они не параболы, они просто прямые линии, как бы, без всякого изгиба, изгиба, вот. Что это означает? Это означает, что при любом импульсе энергии у вас одинаковые. так может быть только в том случае, если у вас эти электроны локализованы. Если у вас электроны свободны, у вас должна быть парабола, там, ветвями, либо вверх, либо вниз, с разной степенью, как сказать, раскрытости, это самое, стройности, вот, но она должна быть парабола. Локализованные электроны. Значит, откуда они взялись? Они взялись вот из-за этих вот связей. То есть, это электроны локализованы вот на таких комплексах. Теперь, что будет, если мы начнем вот такой комплекс греть? Вот давайте представим себе, что он сформировался, он принял, какой надо ему размер, и все у него в жизни это, получилось. Теперь начнем греть его. Что будет дальше? А дальше будет вот что. У вас будет вести амплитуды тепловых колебаний, и этот комплекс будет иногда, вот в каждый момент времени будут комплексы сжатые, и будут комплексы сильно растянутые. Понятно, что тут с этими ноги, вот с этих электронов, которые локализованы на комплексе, тоже будет разным. В том случае, что? Попрос, почему локализуются электроны на железе? Это не на железе, это не на железе, это на комплексе, вот на этом, это на молекуле. На молекуле? Да. То есть у меня есть, в принципе, я могу показать, значит, мы делали такую вещь, блин, если вы еще способны, я вам расскажу очень интересную историю. Значит, рассказать, да, способность. Значит, вот этот самый арпез можно сделать следующим образом. Сейчас я вернусь к арпезу. Вот здесь вот берется вот этот арпез снял излучение, и вот это излучение, которое, значит, нам возбуждало электроны, выбивало его, оно взято какой-то произвольной энергией, которую там просто технически удобно было взять, и все. Но можно сделать так, чтобы взять его, ну, если же синхроник этот эксперимент делает, то там можно подобрать такую энергию, чтобы она была, чтобы эта энергия в точности соответствовала разнице энергии между каким-нибудь внутренним уровнем и уровнем ферма. Тогда у вас пойдет два процесса одновременно. Первый процесс, это вот как был этот фотоэффект, так он и останется, никуда он не делся. А второй процесс будет состоять в том, что у вас электроны в внутреннем уровне начнут на уровне ферме забрасываться. Но тут оказалось, вот как бы достижение нашей команды состоит в этом. Мы показали, что, значит, время жизни вот этого возбужденного состояния, оно будет очень маленьким. Слова очень маленькие, конечно, мало чего говорить, но он будет настолько маленьким, что электрон не успевает покидать свой атом. То есть, если у вас вы его возбудили до энергии ферме на Титане, то он не сможет перейти на железо и там уже срелаксировать там куда-то. Он на Титане же и должен срелаксировать. Если вы на железе его возбудили, то же самое, он не сможет на другой атом перейти, потому что время жизни его недостаточно, чтобы покинуть атом. Это означает, что такой процесс заброса на уровне ферме будет возможен только в том случае, если у этого конкретного атома есть состояние на уровне ферме. Если железо дает вклад в какие-то состояния на уровне ферме, мы на железе будем наблюдать резонансное возбуждение. Если железо на состояние на уровне ферме вклада не дают, ничего не будет. Поэтому мы выполнили этот эксперимент, но мы не только на этом, мы на нескольких материалах выполнили. Там были такие идеи, что значит, а что будет, если забрасывать электроны выше уровня фермы, потом забросили выше уровня фермы, а потом его оттуда возбудили и получим эффект от заполненных резонансно заполненных пустых состояний. Вот не получается. Время жизни в пустых состояниях над уровнем фермы такое маленькое, что из-за соотношения неопределенности их энергия не определена никак. Нет никакого эффекта. Только на уровне фермы. Ну, вблизи уровня фермы. Уровень же фермы, это же, как бы сказать, не бесконечно тонкая линия. У нас температура конечная, поэтому есть некое размытие в пределах этого размытия. Значит, мы этот эксперимент сделали и обнаружилось, что и железное, что вот эти зоны где наблюдаются и при резонансе на железе, то есть, когда мы на железе выгруждаем электроны на уровне фермы, и на титане. Значит, к сожалению, селен мы не можем так сделать. У селены, значит, на уровне фермы П-состояния, П-состояния, они слишком широкие, время жизни в них все равно мало, и там эффект невозможен. Вообще, это можно наблюдать только на атомах с электронными состояниями и ниже Д, то есть Д и Ф. Вот там время жизни достаточно в этих оболочках достаточно велико, чтобы можно было этот эффект наблюдать. Вот. То есть, мы знаем теперь, что и электроны, и железо, и титан, ну и у нас еще были другие соединения, там хром, например, по-соте, и титан, вот. Александр Ильич не далее, чем две недели назад защищал диссертацию, в которой показывал эти результаты, что хром и титан тоже, по-соте, можем, по-соте, так же изучать. Так. Значит, я завершаю, по-соте, эту часть, этот, по-соте, этот индекс, словами, что на самом деле эти электроны локализованы не на железе, они локализованы именно вот на этом комплексе. Это принципиально. Потому что, если они локализованы на комплексе, то мы начнем, начиная искажать как-то комплекс, мы начнем влиять на энергию электронов. Вот если бы они на железе были локализованы, ну и ладно, начали бы мы там титан как-то там смещать, а железо-то что? Ну, как бы, ну, там очень маленький был бы эффект. А вот когда именно на молекуле, и молекулы деформируют, вот тут начинаются проблемы. Значит, как бы нам, то сказать, это делаю честь. Вот я предложил в чекоте по следующим образом. Представим себе, что у нас вот эта зона, вот она, приходит к инвенитуре, вот такая хорошо определенная. И теперь мы начнем греть, и у нас начнется, значит, комплексы начнут, то сказать, некоторые, ну, в каждый момент времени будут комплексы растянутые и сжатые, и причем, чем выше греем, тем они будут, как бы сказать, с амплитудой все больше и больше, распределены будут между такими двумя состояниями. То у нас, эта зона начнет расширяться, и у нас получается электроны с энергиями побольше, с электронной энергии связи побольше и энергии связи поменьше. Зона начнет расширяться. Ну, и это означает, что в принципе может существовать такая температура, при которой вот ее в верхнем дверь пересечет уровень эффекта. Значит, конечно, если зона лежит глубоко, то может так случиться, что там раньше кристалл там расплавится или испарится, и значит, ничего не получится. Но если вот, как бы, она не очень глубоко, то может получиться. Значит, что будет в этом случае? Когда прошло, вот эти вот состояния под уровень фермы, они были заняты, а теперь став высшего уровня фермы, они будут опустошаться. Электроны оттуда выборятся и упадут в зону проводимости. Поскольку состояние в зоне проводимости при этом мы не добавили, то понятно, что уровень фермы там подрастет. И тогда получится, что уровень фермы у нас будет увеличиваться при нагреве. Но есть вот простое термодинамическое соотношение, известное. А у рефермы есть не что иное, как химпотенциал электронов. И это термодинамическое соотношение нам показывает, что при нагреве, если у нас это приополучительно, то при нагреве у нас может наблюдаться только уменьшение дельтажа. Просто не может быть. А мы видим, что, кстати, у нас наблюдается рост. Получается, противоречие со вторым началом термодинамики. То есть антропия этого процесса должна получаться быть отрицательной. Не волнуйтесь, второе начало устояло. Сразу скажу. На самом деле кристалл нашел себе оказывается очень хороший способ решить эту противоречие. Избавиться от этого противоречия. Для этого надо просто взять и вот эти электроны, которые, как бы сказать, все это, угрожают второму началу, а выкинуть из кристалла. Ну, понятно, что просто электроны вы выкинуть не можете. Вы их можете выкинуть только вместе с железом. Значит, ну, вот и надо сделать вместе с железом выкинуть из кристалла и все. И тогда получится, что при нагреве растворимое железо будет уменьшаться и у вас будет выделяться железо. При нагреве нормальное вещество как бы процесс идет в другую сторону. Почему он в другую сторону идет? В общем, понятно? Если у вас есть что такое, значит, фактически раствор это есть результат конкуренции свободных устойчивости свободных энергий между там вот АВ каким-нибудь, значит, против А отдельно и В отдельно как индивидуальные вещества. Да? Вот. Если у вас, кстати, это самое, понятно, что, кстати, вот энтропия вот этого, она всегда будет много больше, чем сумма энтропии. чем сумма энтропии вот этих, потому что есть конфигурационный вклад связанный с возможностью перемешать эти вещества. Но если у вас энтропия вот эта больше, то это означает, что у вас эта дельта же меньше, и вот это состояние у вас устойчиво. И чем выше температура, тем устойчивее она будет по сравнению с индивидуальными соединениями. Это приводит к тому, что в обычных материалах нагрев приводит к увеличению растворенности. Но есть необычные случаи, когда это не так. Простой пример этого вы, вот уже, пока я здесь сидел, несколько раз слышал этот пример. Это пульканье вот в том, значит, агрегате. Оно связано не с кипением воды, оно связано с тем, что у вас при нагреве из воды начинает выделяться растворенный воздух, растворенные газы. Спрашивается, а что-то растворенные газы вдруг выделяются из воды при нагревании, когда наоборот должно быть. Чем выше температура, тем они должны лучше растворяться. Они выделяются. И вы все, наверное, знаете этот пример хорошо, потому что чайник, наверное, многие видели. Вот, если не все, то, по крайней мере, многие. И видели, как он закипает. Когда, значит, вода нагревается, из нее сначала идут пузырьки, да, это еще далеко от кипения, никакого кипения еще нет. А пузырьки уже идут, выделяется растворенный воздух. Значит, вот эта штука, значит, этот эффект, так называемый ретроградный солидус, ну, ретроградная растворимость, она бывает и в твердом теле. Есть такие там сплавы, скажем, серебро, свинец. Вот, есть такой сплав, такая система литии-кремний, литии-кремний, вот, чем выше температура, тем ниже растворимость. Но там, значит, ситуация вот какая. Значит, если вы, когда вы нагреваете твердый материал, вы двигаетесь по линии солидуса. Что такое солидус? Кто-то знает, что это юргарит? Солид твердого тела. Да. Солидус. Вот, если у вас... Что? Линия на фазу, да? Да, линия на фазу. Да, да. Так, это вот, я вижу, что два человека, то сказать, один знает, то сказать, происхождение этого слова, другой человек знает, то сказать, что оно означает. Остальные, что-нибудь еще знают про это дело? Это линия полного затвердевания расплава, многокомпонентного расплава. Вот если вы, значит, начинаете менять состав, и у вас меняется температура затвердевания, полного затвердевания, и вы двигаетесь по этой линии, то может так случиться, что при каких-то условиях у вас один из компонентов возьмет для расплавления. Вот так получается, скажем, при сплаве серебро-свинец. Серебро плавится довольно высоко, а свинец низкий. И поэтому свинец, двигаясь по линии солидуса, вы бахли, сталкиваясь с тем, что у вас свинец поплавился. Но если свет поплавился, то энтропия одного из этих компонентов резко возросла, потому что жидкого энтропия выше, чем твердого. А тогда устойчивость этих веществ в виде индивидуальных соединений выросла по сравнению с устойчивостью твердого раствора. И тогда возникло уменьшение растворимости. Этот эффект хорошо известен, вы его можете найти в интернете, в учебниках, он называется ретроградный солитус. Эффект, который я здесь рассказываю, он отличается тем, что здесь все происходит в одном агрегатном состоянии. Нет никакого изменения в агрегатном состоянии, поэтому непонятно, откуда может эта энтропия дополнительно взяться. Но тем не менее, это все к тому, что эффект удивительный, но по-своему логичный. Это все приводит в такую фазовую диаграмму. Если у нас температура ниже температуры, при которой верхушка вот этой зоны пересекает полиферный, то у нас обычно зависимость растворимости от температуры. Значит, чем выше температура, тем выше растворимость. Вот в этой точке происходит пересечение. И дальше это происходит так, что чем выше температура, тем растворимость меньше. Вот это я взял из статьи, опубликованной нами, но так получилось, что с тех пор мы уже, статья 2010 года, мы с тех пор уже, кстати, там много поработали, то вот верхняя часть, она не так губль, на самом деле, как объяснилось. Верхняя часть, она практически при этом температуре, значит, происходит просто полный распад и просто восстановление. Просто вот этих вот ковалентных комплексов больше достает, и материал становится совершенно другой. Происходит фазовый переход там первого рода. Но вот эта часть нижняя, когда у нас чем выше температура, тем ниже растворимость, она подтвердилась экспериментально. Значит, что такое, почему не достается? Вот. Так, да, вот это оно. Блин, что же ты будешь делать-то? Вот. Значит, оказалось, что если взять теперь просвечивающий микроскоп, взять монокристалл, сделать из него фольгу и посмотреть на просвет, монокристалл, обработанный вот в этом режиме. В режиме, когда у нас... Я не буду обратно возвращаться, потому что трудно попадается в этот слайд. Но вот в том режиме, когда у нас начинает выделяться железо, вот если нагреть монокристалл десятилида титана интеркалированного железа до этой температуры, подержать его немножко, и потом, если сделать из него фольгу и посмотреть на нее, то, оказывается, появляются вот такие вот пятна. Вот. И пятна эти, по сути своей, есть селениды железа. Удается, значит, расшифровать их в структуру, и оказывается, что они находятся в конкурентной связи с решеткой. Значит, дело в том, что, значит, стихиометрия этих селенидов железа, она разная бывает. Где-то примерно от феррумселен до феррум-2селен-3. И в зависимости от этого немножко получаются разные параметры и вообще геометрия. Но геометрия не очень меняется, они все тетрагональные, эти материалы. А, там есть гексагональный, гексагональный еще феррумселен и тетрагональный еще есть. Вот. И оказывается, что удается сгенерировать способ плософигментного сопряжения. Вот эти, значит, зелененькие шарики, это, значит, верхняя, это атомы селена, значит, принадлежащие решетке титан-селен-2. А вот это вот, получается, атомы решетки феррумселен, значит, в гексагональном варианте, значит, согласующие параметры, ну, в тетрагональном варианте. Там, получается, искажение, но оно, то есть, не очень такое, не критичное. Это вот здесь так нарисовано. На самом деле, то есть, оно меньше. Вот. Получается, значит, что у нас есть выделение, но некогерентно связанное. И мы, опять, то есть, сталкиваемся с ситуацией. Чем мы такое, то есть, получили? Мы получили фазу феррумселен и титан-селен-2 смешанные. Или мы получили, то есть, вот, как сказать, мисфит, типа мисфита, значит, феррумселенов, титан-селен-2. Ну, и там какие-то области вдали от этого места, где им не хватило, то есть, этого феррумселенов, значит, просто титан-селен-2 решетки. Значит, ух, черт, я, похоже, здесь не написал, что дальше-то. Значит, короче говоря, значит, придется мне, значит, так коротко сказать об этом деле. То есть, короче говоря, на сегодняшний день мы знаем, что на самом деле, несмотря на когерентное сопряжение, это все-таки две разных фазы. Феррумселен само по себе, титан-селен-2 само по себе. Несмотря на то, что они, вот, я говорю еще раз, что они не просто так, а они, значит, вот, как бы, когерентно именно сопряжены, вот, именно как структурные фрагменты однофазного соединения. Несмотря на это, это разная фаза. Значит, вот парадокс гипса, который я хотел представить вашему вниманию как некий универсальный способ понимания, чем однофазный материал отличается от неоднофазного. Парадокс гипса, значит, он заключается в следующем. Представим себе, что у нас есть сосуд, вот, такой вот, разделенный примерно, ну, скажем, пополам. На самом деле это не важно пополам или не пополам, но разделенный, значит, некой перегородкой, и в нем находятся, значит, два газа, значит, вот, с такими вот параметрами. И при этом все эти, значит, величины абсолютно равны друг другу. Вот, все одинаково. Химсостав одинаков, давление там, температура, все одинаково. Спрашивается, если мы теперь уберем вот эту перегородку, что будет? Ну, тут, к сожалению, это написано, что будет. Вот, если представьте себе, что если бы не было написано, что будет, если мы уберем перегородку вот в этом сосуде? Что произойдется с параметрами этого газа, с термодинамическими параметрами этого газа? Ну, что, есть идея? Уравниваться индексивные параметры. Что? Ну, параметры будут равниваться... А как они выравниваются? Они так равны. А, да, я же сам знаю. Они все равны друг другу. Что? Ну, ничего. Так, одно мнение есть, ничего не изменится. Потоков, да. Все? Больше нет никаких изменений? Состав-то у нас сразу будет? Состав одинаковый. Все одинаково. Взяли там какой-нибудь азот, да, значит, у него одинаковый состав. Вот его разделили, значит, перегородкой в сосуде. Все, теперь убрали перегородку. Ничего не будет, да? Вот неправильно. Потому что на то он и парадокс, что было у вас неправильно. Значит, парадокс состоит вот чем. У вас есть конфигурационный вклад в энтропию. У вас каждая молекула газа была заключена вот только вот в этот объем, и только здесь могла перемешиваться с другими молекулами. Она не могла перемешиваться с молекулами с другой половиной. Ей мешала перегородка. Перегородки не стало, и она такую возможность получила. Это привело к тому, что энтропия выросла, потому что количество разных вариантов комбинаций выросло, несмотря на то, что вроде бы, а ведь ничего не поменялось. Как вот эта штука, вот эта энтропия, она вот носит, как здесь подчеркнуто у меня название, энтропия с мишенью. Казалось бы, вот ниоткуда берется эта энтропия. Ну вот, есть. Значит, теперь представим себе, что мы пытаемся определить термодинамические параметры для кристаллического состояния. Кристаллическое состояние отличается от всех остальных тем, что оно периодично. Вот там не надо рассматривать весь объем, надо выделить маленький объемчик, и для него определить все термодинамические параметры, а затем общие термодинамические параметры всего куска получатся просто умножением, значит, вот этих вот для маленького на количество вот таких ячеек во всем кристалле. Вот это такой подход. Чем он отличает? Почему-то для него парадокс гипса ему жить не мешает. По одной простой причине. Потому что замена двух ячеек ничего вам не меняет, изменение местами, если мы поменяем местами две ячейки, ничего не изменится в этом кристалле, они все одинаковые. Это периодичность. Строгая периодичность. Вот если у нас нет этой периодичности, то вот такое изменение, вот взяли два кусочка одинаковых и поменяли местами. Вот такое вот изменение в случае непериодичной среды, оно приведет вам к увеличению энтропии, а в случае периодичной среды не приведет. А если в позициях есть беспорядок? Не на сто процентов позиции населения. У тебя есть вероятность заполнения. Если ты при изменении вероятность этого не изменил, а что поменялось, то тоже ничего не поменялось. Если у тебя полный беспорядок есть, то вообще говоря, он не меняется. Одинаково. Значит, ее очень хорошо видно на электрохимическом эксперименте. Вот я тут рисовал, давайте вернемся, я рисовал химпотенциалы. Вот вторая строчка, да? Теперь смотрите, что же такое у нас химпотенциал? Любой химпотенциал. Это есть энтальпия минус ТС. Значит, если мы теперь химпотенциал продифференцируем по температуре, то мы получим просто энтропию. Да? Видно, что там ничего кроме энтропии не останется. Вот. Значит, давай это вернемся. Теперь, значит, сейчас такую-нибудь я найду кривую тетролонию. Блин, далеко она? Ой, елки, как она далеко-то. Вот она. Теперь, если мы возьмем... Значит, вот этот вот зависимый... Вот химпотенциал в каждой точке продифференцируем по температуре. Вот здесь вот и вот здесь вот. Да? То, что у нас из этого получится? Сейчас я покажу. Вот. Это для титана С2. Вот это вот стадия 2. Вот энтропия меняется. Вот это вот тоже стадия 2. Ну, тут там есть как бы структурный переход, поэтому она ведет себя там как-то так. Не монотонно. Но все равно. Значит, здесь, когда мы изменяем концентрацию серебра, у нас меняется химический состав материала. И поэтому, почему там изменяется энтропия, понятно. Значит, с этой стороны у нас тоже стадия 1 и то же самое. Значит, мы меняем содержание серебра, меняется химический состав материала. Тут тоже, значит, тут есть какая-то зависимость. А вот плато. Плато представляет собой смесь двух фаз постоянного состава. Когда мы меняем содержание серебра в области смеси фаз, мы меняем просто количество одной фазы и количество другой фазы. Одной фазы становится больше, другой фазы становится меньше. И так пока, значит, полностью неискореним одну из фаз. Казалось бы, в этой области энтропия должна быть постоянна, потому что, значит, состав у нас не меняется. Ну, она, трудно сказать постоянно, она и не постоянно, но она существенно больше, чем вот энтропия крайних составов. Фактически, это просто добавка, связанная с тем, что мы этот состав перемешали с другим, ну, вот там, с какой-то степенью дисперсности. Значит, будем заканчивать. Не сразу, но постепенно. Значит, так, что это такое? Это не то. Значит, теперь представим себе, значит, настоящую наночастицу. Вот, допустим, у нас уже не связаны, то есть, с энтраковатами, а просто, то есть, какую-то наночастицу. Маленький кусочек там, не знаю, чего-нибудь. Железо там, значит, значит, окиси кремния, там, окиси алюминия. Маленькую. Значит, у любой такой частицы есть, значит, такой дефект, как поверхность. На поверхности у вас, значит, известно, что связи, значит, у вас разорваны. Это означает вот какую вещь. То есть, фактически, поверхность связана с избыточной энергией. Но известно, что в целом, то есть, вот там можно спорить по цифрах вот на этом графике, но в целом, значит, энергия частиц в твердом теле, энергия атома в твердом теле, в зависимости, вот, значит, расстояние между собой, она описывается вот такой вот, как бы сказать, кривой. Можно спорить о численных, как бы сказать, характеристиках этой кривой, но в целом кривая она такая. Если мы теперь начнем увеличивать энергию, то у нас вот средняя часть вот этой, вот этот минимум, он начнет попадать куда-то вот сюда, вот он будет смещаться. Он должен быть в центре вот этого, как бы сказать, вот этого распределения. Значит, центр этот немножко смещается вот сюда. Это, кстати, приводит к тому, что все эти тела при нагревании расширяются. Ну, не все тоже, опять же, не все, но большинство тел при нагревании расширяются. Следовательно, если, значит, у нас на поверхности есть разрежение, то у нас энергия этих частиц больше, чем в твердом. И наоборот, если поверхность, как мы знаем, связана с избыточной энергией, то это означает, что расстояние между частицами там больше. Но если расстояние там больше, а потом, значит, у этой частицы есть ядро, где оно относится меньше, и мы имеем плавный переход между вот этими двумя, как бы, характерными распределениями частиц, то это фактически что означает? Это означает, что, скажем, энтропия внутри частицы и на ее поверхности у каждого атома будет разная. Мы не можем выделить объем, на который мы должны определить вот эту величину. То же самое можно сказать про энтальпию. Энтальпия зависит от расстояния. Она более сложным образом выражается. Конфигурационная эта энтропия выражается совсем просто, поэтому для нее все просто. В энтальпии есть более сложные всякие выражения. Есть там теория, скажем, решеточного газа, в котором все зависит от расстояния тоже. Вот, чем больше расстояние, в зависимости от расстояния меняются величины термодинамических функций, термодинамических параметров материала. Но если это так, то, казалось бы, должен быть поток, у вас на поверхности, кстати, одни термодинамические параметры, в центре другие параметры. Значит, дельта-ж должны быть разные. Если дельта-ж разные, то у вас должен быть поток частиц между поверхностью и объемом. А частицы стабильны. Парадокс? Как так может быть? То есть мы знаем, что там, допустим, есть очень стабильные дисперсные частицы, которые там очень подолгу, ничего с ними не происходит. Они, значит, просто стабильны. В конце концов, ну да, ладно. Вот. Значит, так может быть только в том случае, если при разных значениях термодинамических параметров, при разной энтропии и энтальпии, на самом деле дельта-ж на поверхности дельта-ж в объеме, они одинаковы. Только в этом случае не будет объема. Но понятно, что если у вас, так сказать, это условие выполнилось, то какие попало, по сути, концентрации и вообще составы частиц на поверхности в объеме, быть не могут. Это должны быть совершенно специфические какие-то концентрации, при которых это условие выполнится. Значит, ну такие образования, они, вообще говоря, известны, по сути, в химии под названием молекул. Значит, это вот, как бы сказать, такое место, такое образование, в котором, может быть, то сказать, локально, можно, наверное, локально ввести какие-нибудь там термодинамические параметры для каждой ее части, но в целом дельта-ж, то сказать, всех частей молекул, они равны, и поэтому никаких там потоков нет. Получается, что наночастицы, настоящие устойчивые наночастицы, должны быть вот такими, они должны удовлетворять совершенно определенные условия. Ну вот, собственно, наверное. Ну, только что теперь? Можно теперь только повторить то же самое, что я тут долго и мутно рассказывал. Если хотите, я могу это сделать. А если не хотите, я могу не делать. Тогда могу, значит, сразу перейти. А куда я подошел? В конце что-то не было? Никакого-то спасибо не было, да? Спасибо не было. Спасибо за внимание, скажу устно. Спасибо за внимание. Вопросы? Друзья, обед!